На Ринмарце, проживающие в ветхих и аварийных домах, уже в декабре должны точно знать, куда, а самое главное, когда их расселят. Такое поручение своему заместителю дал глава региона во время отчета Алексея Кайдалова. Руководитель Департамента строительства, ЖКХ, транспорта и энергетики доложил о работе ведомства за 8 месяцев текущего года. По некоторым направлениям результаты даже впечатляющие, в первую очередь благодаря дорожникам. В этом сезоне они совершили, цитирую вице-губернатора, беспрецедентный удар по бездорожью. А вот что касается строительства, то здесь пока наблюдается спад. Однако Игорь Кошин, обращаясь к своему коллеге, сказал, что главной задачей, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, в целом остается ликвидация ветхих бараков. Подробности у Олега Хатанзейского. Из запланированных 2 млрд 212 млн рублей за 8 месяцев этого года департамент освоил 95%. Все средства были потрачены строго по назначению. В селах, наконец, достроены детские сады, жилые дома, а в городе объекты, расширяющие сферу медицинских услуг. Почти полмиллиарда рублей департамент ЖКХ получил из федерального бюджета. Деньги вложили на строительство школы в Тельвиске, а также спортзалов в Оксино и Амдерме. Помимо этого были куплены квартиры для детей-сирот. Остальные миллионы уже превратились в новый асфальт на дорогах города. Ну а дальше, по словам Алексея Кайдалова, строительные темпы в регионе должны устойчиво наращиваться. До конца текущего года планируется ввести гараж для спецтехники универсального образования «Карский сельсовет», спортивное сооружение с универсальным игровым залом в селе Несь, двухквартирный жилой дом в Андикском сельсовете, 12-квартирный жилой дом в Омском сельсовете, 12-квартирный жилой дом в Пешском сельсовете, два четырехквартирных дома в поселке Уськара, 11-секционный жилой дом по улице Авиатора в городе Найанмар, два многоквартирных дома по улице Заводской в городе Найанмар. Конечно, данные объекты полностью не решат проблему с нехваткой жилья, поэтому строить нужно как можно больше, а главное – качественно, подчеркнул губернатор. Перед своим заместителем глава региона поставил очередную задачу. Все, кто нуждается в новом жилье, уже в декабре должны знать, когда их расселят. Читали в газете, наверное, мы стоим в программе, проходит год-два-три, нас вдруг не оказывается в программе, поэтому наша задача в декабре месяце – четко людям сказать, когда кто будет расселивать. Заполярная зима ежегодно проверяют энергетиков на прочность, и это исключением не станет. Но несмотря на огромные затраты, это покупка газа и угля, теплоснабжающие организации должны не поднимать, а снижать тарифы для населения, сказал Игорь Кошин. Реализация этой меры станет возможной после того, как ряд котельных вернутся в собственность Наринмарстроя. В недавнем прошлом предприятие, не сумев вернуть долги частному лицу, взамен отдала несколько котельных и квартир. Прокуратура делом не заинтересовалась, но глава региона намерен лично отправить ведомство письмо с просьбой провести расследование по данному делу. Возвращаясь к докладу, Алексей Кайдалов сообщил о том, что департамент намерен выкупить имущественный комплекс Наринмарокоргаза. Речь идет не о предприятии в целом, о трубопроводах, расположенных на территории города, а также различных комплектующих. Газовое хозяйство сейчас находится в собственности частной компании. По мнению вице-губернатора, покупка трубопроводов по предпринимателю для округа станет логическим шагом. Газовая отрасль должна принадлежать государству, а не бизнесу. В настоящее время определен перечень уже имущества, практически завершена дефектовка. В настоящее время, как я вам докладывал, ведутся переговоры по адекватной стоимости данной комплекса. Почти 40 минут глава региона и его заместитель говорили о дорогах. В этом году из казны округа на их ремонт и строительство была выделена беспрецедентная сумма – 1 миллиард 450 миллионов рублей. Еще 371 миллион поступил из бюджета федерального. Тем самым впервые за долгое время в Наринмаре искателе удалось построить километры новых дорог. Причем даже там, где их не было никогда. Заслуга Наринмар-Доримстроя. До 2017 года предприятие планирует возвести четвертый участок автотрассы Наринмар-Усинск. Всего около 15 километров. Проведены все конкурсные процедуры. Завершены они. Подписан буквально вчера контракт победителем. Кстати говоря, там приняли участие несколько достаточно серьезных компаний дорожных. Опять же, видителем стала наша Дорсуна. Особое внимание, подчеркнул Игорь Кошин, необходимо уделить качеству ремонта дорог. Яркий пример – это участок в районе старого аэропорта. Новый асфальт и бордюрный камень пришли в негодность за считанные месяцы после укладки. Причина – материалы низкого качества. По документам, кстати, они обошлись в миллионы. Применением заменителей тех материалов, которые в рецептуре существовали, на более дешевые, но менее качественные. Это показали, в общем-то, и те проверки с многочисленных проведенных работ. Еще одна тема – строительство ливневых канализаций. Главу региона интересовала, когда начнется возведение и вообще начнется ли оно. Над этим вопросом в департаменте уже работают, заявил Алексей Кайдалов. Установив этот бордюрный камень на дорогах наших улицах, мы фактически создали, без обустройства ливневой канализации, мы создали так называемые искусственные ванны, в которых мы сейчас, собственно, и плаваем. Вот такой вот результат. А вот результатом хорошим смело может похвастаться Наринмарский торговый порт. Предприятие установило личный рекорд за сезон. Там приняли почти 120 тысяч тонн груза. А значит, стратегически важный для региона объект возрождается. Олег Танзийский, Владислав Носкин, Телеканал Север.